всем привет с вами Эльдар Муртазин и мы поговорили уже многое рассказал я вам про P60 Pro но я хочу рассказать вам еще больше 10 не тайных явных причин почему вы можете не захотеть покупать этот аппарат но вдруг вас это остановит начну с глобальных причин которые связаны с проблемами Америки с Huawei слишком агрессивно развивались с тем что уже касается наверное этого аппарата в том числе первая причина мы знаем что компания разошлась с Google Google сервисов здесь нет поставить их достаточно сложно надо танцевать с бубном выходить в утреннюю росу часов в пять утра прыгать через костер и делать прочие вещи одним словом для базового обычного потребителя вот знаете таким кандовым аналитическим языком я записал людей в базовых потребителей одним словом для большинства это не очень удобно Google сервисов здесь нет их не надо искать и с этим надо смириться по как бы продажам Huawei в России не настолько огромен но есть те кто говорит осознанно и среди моих друзей знакомых есть те кто пользуется смартфонами Huawei без Google сервисов и не испытывают никаких проблем для меня есть проблема в Google Meet его нету но с каждым месяцем появляются там новые через Apple Gallery надо отметить через Gbox появляются поддержка новых приложений на и надеюсь Google Meet появится рано или поздно вторая причина когда мы покупаем флагман мы покупаем флагман за максимальные деньги но опять-таки в своем классе на то что максимальные деньги они отличаются от класса продукта ну вот среди моноблоков это достаточно дорогая игрушка в хорошем смысле этого слова смартфон здесь нет поддержки 5g то есть чипсет который получают от Qualcomm а другие чипсеты Huawei получать сегодня не может он без поддержки 5g и покупая самый 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 флагман конечно хотелось бы получить даже потенциально если в России нет есть только опытные зоны поедете вы в Европу в Америку в Азию 5g попробовать тут такой возможности не будет это вторая причина но ощущение что чего-то не доложили третья причина она в общем-то примыкает ему а и 13 один то что вот здесь стоит кажется что версии 13 один это то же самое что Android 13 нет внутри 12 Android и 12 Android означает очень простую вещь что Huawei каждый год отстает на одну версию Android вот актуальных флагманов на Android хотим мы того или нет оболочка безусловно богатый YAMUI там много настроек много возможностей но тем не менее третий пункт то что Android отстает на год от того что выпускает компания Google 4 пункт я говорил о том что мне нравится макросъемка на этом аппарате она не идеальна но она мне нравится мне нравится в принципе знаете такой баланс камер они не супер-пупер но приличные камеры не более того знаете для такой повседневной съемки навел снял и прочее когда-то с лейкой делали камеры делали настройки работали с Google работали с Qualcomm сегодня эти возможности сильно ограничены и как я говорил несколько лет назад это был девятнадцатый год насколько я помню двадцатый год камерам в какой-то момент поплохеет когда пойдут новые чипсеты а производитель чипсета не будет давать доступ к тонкой настройке под себя доступ к алгоритму потому что ибо санкции вот это здесь произошло фотографирует неплохо но есть вопросики в обзоре я их касался следующий момент мне очень нравится аппарата я извращенец вот сейчас честно признаюсь потому что мне нравятся аппараты у которых загнутые края почему но во первых это красиво во вторых лучше лежит в руке эргономика но я знаю огромное количество людей которые до сих пор рассуждают про то что есть какие-то случайные нажатия на экран есть возможность точнее невозможность работать комфортно а еще говорят он хрупкий это городские легенды но это на самом деле городские легенды тем не менее многих людей это отталкивает если вас это отталкивает от п60 про ну посмотрите на п60 например тоже вариант но в целом как по мне стоит все таки остановиться на том что ребята ну реально не надо этого бояться полюбите изогнутые края эстетически красиво практически эргономика лучше да при наборе на клавиатуре возможно у вас иногда будет соскальзывает даже мои большие пальцы не соскальзывает у кого-то возможно соскальзывает настроить себе размер клавиатуры под себя все в современном телефоне настраивается проблем нету я хвалил я хвалил батарею в этом аппарате следующий пункт достигается большее время работы от каждой зарядки за счет того что все фоновые процессы убиваются например к этому обзору я сделал больше там 300 снимков порядка двух сотен скриншотов все на сайте в том или ином виде и яндекс диск надо передать в облако в облако у меня все это передавалось часов 6 потому что я включил передачу просто разрешил яндекс диску работать фоновом режиме и нет произошло страшное меня 6 часов все это передалось брал периодически телефон в руки вот когда я его брал он начинал работать все остальное время эти мои задачи словно это iphone iphone также фоновые процессы убивает и мне это не понравилось значит собственно говоря из этого вытекает следующий пункт он насколько я понимаю седьмой зовем его так сломанные уведомления потому что убиваются фоновые процессы это не только передача каких-то вещей например вы ставите приложение авито ну расхламляетесь вы как в авито говорят и что-то продаете и вот вам пишет человек который хочет купить за миллион миллиардов ваши старые калоши вы не видите уведомления вам надо зайти в приложение проходит несколько недель телефон адаптируется под вас понимает что авито для вас важное приложение например вы туда часто заходите уведомления начинают доходить пока этого не произошло вы можете их терять и это конечно очень очень расстраивает первоначально не знаю как тут быть но как то так восьмой пункт имидж имидж все жажда ничто вспоминая слоган из прошлого имидж этого аппарата он очень приятный внешне но имидж huawei глобально знаете вот есть категория людей которые знают iphone и все собственно говоря есть люди которые знают например что помимо айфона существует самсунг и все а существует огромное количество марок и вот имидж huawei среди покупателей там флагманов он с одной стороны существуют марку знают с другой стороны неохотно покупают то есть вот серия про это не модная серия если взять made x3 made x3 в этом году это модная штукенса и многие хотят его купить факт и там две составляющих дорогой тонкий прикольный одним словом да not p60 прок с точки зрения имиджа не очень воспринимается поэтому приготовьтесь к тому что да вы купите очень дорогой аппарат но люди скорее будут удивляться и спросить сколько ты заплатил за это а он столько стоит ну как то так девятый пункт это наличие на рынке конкурентов в виде p50 про предыдущего разница между ними не огромна это наличие samsung с 23 плюс который уже стоит подешевле одним словом есть чего выбрать я уже не говорю про китайцев п60 про существует не в безвоздушном пространстве есть огромное количество конкурентов вот это крайне важно ну и последняя цена 80 95 тысяч от конечно запредельно много учитывая вот выше изложенные пункты а на мой взгляд цена должна быть 60 65 тысяч за базу модель не 80 это очень дорого но возможно для кого-то имидж всего жажды что и купят купят и скажут вау я купил не samsung хочется знаете спеть песню я купил не samsung не apple купил я huawei на мотив ландыши ландыши там бла-бла-бла-бла что-то приветы как-то так но 10 пунктов против было 10 пунктов за был обзор смотрите другие видео тоже возможно они будут утомительные но поверьте я мучился больше когда записывал выходные для вас чтобы с пылу с жару рассказать об этих устройствах на этом все удачи и хорошего настроения пока